Привет, ребята! Сегодня видео по запросу подписчика. Обзор на стандарты полиграфической продукции. Не забывайте, что свой вопрос вы можете задать здесь или ВКонтакте. Ссылка в описании под видео. Я открыта и отвечу с удовольствием, либо письменно, либо запишу, как сегодня, небольшой ролик. Бумага является основным видом сырья в полиграфии. На производство она поступает в листах или рулонах, качества и размеры которых строго регламентированы. Размеры готовой полиграфической продукции определяются форматом бумаги и параметрами печатной машины. Существуют три большие группы печатных изданий. Книги и журналы, картографическая продукция и, конечно же, листовые изделия, о которых будем говорить в этом уроке. Изделия в полиграфии приобретают нужный формат после обрезки их до нужного размера. Стандарты предназначены для того, чтобы сделать отходы бумаги минимальными. Не будем углубляться в дебри ГОСТов разных стран, а будем говорить о нас, а именно о стандартах бумаги серии А. В форматах А за эталон выбирается лист максимального размера серии, который принято называть А нулевым. Его площадь равна 1 квадратному метру, а размеры 1189 на 841 мм. Следующий размер А1. Он получается, если сложить пополам лист А нулевого формата. И так далее по цепочке. Наиболее популярный, пожалуй, А4 формат, размер которого 210 на 297 мм. Его также называют альбомным листом. Согласно терминологии, принятой в полиграфии, формат издания – это размер полосы готового изделия. Он обозначается в долях стандартного печатного листа или в миллиметрах. Итак, стандартные размеры полиграфических изделий. Визитка 90 на 50, либо 85 на 55 мм. Визиток выкладывается 24 штуки на листе А3 формата, поэтому тираж всегда кратен 24. 48, 72, 96 и так далее. Кстати, по визиткам и их макетированию, подготовке в печать много уроков на канале. Смотрите описание под видео. Флайер, одна треть от А4 формата, 99 на 210 мм. Следующее изделие, я называю его буклет с двумя бигами, можно встретить название лифлет. Классический вариант – это лист А4 формата, в сложенном виде 99 на 210 мм. Но могут быть вариации, например, А3, поделенный вдоль и также с двумя бигами. В сложенном виде 140 на 148,5 мм. Сейчас на слайде вы видите варианты сложения. Но можно сделать, например, три фальца. Тогда появляются другие варианты. И, конечно же, размер в сложенном виде также изменяется. Листовка. А4, А5 или А6 форматы. И также бывает листовка с фальцем. Календари. Сейчас как раз уже началась предновогодняя движуха. Но, ребят, в этом видео подробно не буду останавливаться на календарях. Потому что на канале есть очень подробный урок о всех типах календарей, о размерах, о материалах, о том, как их изготавливают и собирают. Ссылка в подсказках. Сейчас она появляется в правой верхней части экрана. И продублирую ее в описании. Здесь только пробежимся по размерам самых стандартных календарей, чтобы вы имели возможность сделать скриншот при необходимости. Итак, календарь карманный. 70 на 100 мм. Календарь на стены листовой. Ну, или постер. А1, А2, А3 форматы. Календарь на стены перекидной. Выполняется в А4, А3 и А2 форматах. Квартальный календарь. Итоговых размеров этих календарей достаточное количество. Но топовый элемент, который выполняется из плотного картона и служит основным рекламным полем, выполняется в размере А4 формата. Календарь-домик. Самый стандартный вариант. Из А4 с тремя бигами. В сложенном виде 210 на 100 мм. Друзья, в этом видео, конечно, не затронуло все наименования печатной продукции, но, думаю, принцип вам понятен. Увеличение обрезного формата всего на несколько миллиметров может привести к изменению раскладки изделий на печатном листе, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества бумаги, прогонов и увеличению стоимости. Расстраиваться по этому поводу не нужно, ведь все равно есть где разгуляться дизайнерской мысли. Оригинальная композиция макета, качество бумаги, перфорация, лак, тиснение, сложение, необычная форма, но в пределах стандарта. Конечно, возможности выпустить изделия нестандартных размеров есть, пожалуйста. Но стоит ли овчинка выделки, если вы увеличите размер готового изделия? Незначительно. А стоимость тиража взлетит в десятки раз в сравнении с большим тиражом, но стандартного формата. Думайте, друзья мои. Ставьте лайки и в следующем видео поговорим о стандартах наружной рекламы. Штендеры, режимники, билборды и так далее. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Заходите в Инстаграме, группу ВКонтакте. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока. Продолжение следует...